Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас наступил заключительный день международных спортивных игр «Дети Азии» и вместе с играми завершается у нас соревнование по футболу, пожалуй, самому массовому виду спорта. И сегодня у нас будет игра между Дальневосточным федеральным округом и Сибирским федеральным округом. Да, друзья, здравствуйте, добрый день! Действительно, у нас шестые игры подходят к концу. И, конечно же, самое главное, самые, скажем, такие ожидаемые события мы оставили на последний день организаторы. И, конечно, сегодня будут выясняться, кто, какое место займет в футбольном нашем турнире. Но надо сказать, что уже первое место себе обеспечила команда Японии. Очень здорово играла эта команда, была действительно лучше всех, и у нее на счету три победы. Тем самым 9 очков заработали японцы, и у них остался лишь один матч. И как раз матч с нашей командой, с командой Республики Саха-Якутия. Республика Саха-Якутия имеет три очка в запасе, так что если сможем выиграть у Японии, то 6 очков у нас будет. Тоже 6 очков у Кыргызстана, и они пока на второй строчке турнирной таблицы. И по три очка также у Сибирского и Дальневосточного федерального округов, которые сейчас как раз выйдут бороться. Ну, посмотрим, да. Одна из этих команд может занять даже второе место при разнице мячей. Ну, там будет подсчет. Так что могут они обогнать Кыргызстан. Кыргызстан все свои матчи закончила эта команда. Так что посмотрим. Очень интересный действительно матч, потому что обе эти команды очень равны, да. И достаточно ровно прошли первые матчи. Посмотрим. Ну, много пропускают Дальневосточники, но все же больше забивают, да. Пять мячей забили, десять у них пропущенных. Ну, да, это была команда Японии к ним так беспощадно к своим соседям, Дальневосточникам. Ну, вот, посмотрим. Да, действительно, очень интересная турнирная у нас ситуация. И сейчас каждый матч, вот два у нас матча сегодня будет, будет решаться судьба второго места. Да, действительно, как отметил Степан, будет подсчет очков. Да, для вас будут работать, будем работать мы, Власий Сергеев и Степан Посельский. У нас начался матч, и давайте ознакомимся с составами играющих команд. Итак, Сибирский федеральный округ. Шестнадцатый номер Сергей Ануфриев. Восьмой номер Сергей Бегунов. Семнадцатый Игорь Сычев. Четвертый Данил Лавренцов. Одиннадцатый Артем Негреев. Пятый Данил Осинцев. Седьмой Никита Рожков. Шестой Кирилл Дольников. Девятый Юрий Марин. Двенадцатый, извиняюсь, третий Иван Зайков. И восемнадцатый Иван Саламатов. Главный тренер команды Александр Ярков. Да, и давайте познакомимся с составом дальневосточников. Итак, пятый номер Алексей Андреев. Кирилл Бородин четвертый номер. Девятый номер Денис Бугаев. Ренат Дубовик одиннадцатый. Двенадцатый номер Евгений Котов. Никита Калмаков седьмой. Двадцать седьмой номер у Андрея Лучкина. Под номером восемнадцать Данил Попов будет выступать. Также тридцать первый Богдан Слободян. Артур Тихомиров двадцатый номер. И Денис Шомин номер шестнадцать. Ну, достаточно активно начали спортсмены. Но я думаю, что действительно сегодня такая горячая игра будет и интересная. Ну, я жду упорной борьбы и от дальневосточников, и от сибирского федерального округа. Тем более, что команда Сибири в общем зачете у нас на первом месте идет. И с достаточно комфортным, большим отрывом, надо сказать. И, конечно, команда по футболу тоже должна поддержать почти своих одноклубников, одной команды выступают. И я думаю, что они обязательно будут бороться сегодня за медали. Да, действительно, будет очень интересно посмотреть, как выступят сибиряки. Принесут ли они очередные медали для своей команды. Ну, да, пока инициативу, мне кажется, захватили дальневосточники. Но они здесь разобрались вроде. Достаточно на быстрых скоростях у нас началась игра. Надеемся, что темп игры будет только нарастать. И мы с вами станем свидетелями очень напряженной борьбы в этом матче. Да, кстати, в последнем туре наблюдал за игрой дальневосточников. И очень неплохое впечатление оставили эти ребята, потому что обыграли очень сильную команду Кыргызстана. Действительно, Кыргызстан очень хорошую, качественно подготовленную команду привез сюда на игры. И сейчас он сохраняет на медали шансы. Так что посмотрим. Вот про Сибирский федеральный округ, к сожалению, я сказать ничего не могу. Но вот смотря результаты, надо сказать, что они тоже неплохо, в принципе, начали. Выиграли у команды Республики Сахаекутия со счетом 2-0. Но также проиграли со счетом 0-2 Кыргызстану и 1-3 проиграли Японию. Но мы понимаем, что действительно команда Японии была сильнейшей на этом турнире. И пропустили всего, в принципе, три мяча. И при этом 12 забили. Очень сильно себя проявила Япония, действительно. И очень техничная команда. Мы сегодня посмотрим за игрой этой команды. Как раз в 2 часа 14.00 начнется игра с командой Республики Сахаекутия. Будет очень интересно посмотреть на наших ребят. Вот на фоне своих сверстников из Японии, да, из страны восходящего солнца. Да, у них команда просто очень техничная. Вот был момент, когда они забили мяч, просто даже не дав мячу опуститься на поле. Там три передачи буквально, да. Ну, то есть две передачи и удар, не опуская мяч просто на поле. Это действительно класс. Да, и будем надеяться, что все-таки наши ребята проявят себя в этом матче против Японии. Угловой первый в нашем матче. Дальневосточники, да, сейчас в атаке. Второй угловой нас сами ждет. Подача. Нет, нет. Хотя здесь здорово, да, удалось сейчас обыграть Артуру Тихомирову. Да, мы видим, что ребята очень активно борются. Не стесняются жесткой борьбы. Видно, что ребята понимают турнирную ситуацию и каждая команда стремится набрать очки. Ну, стоит отметить то, что в общей сложности в соревнованиях по футболу принимает у нас участие пять команд. И, как вы уже поняли, соревнование у нас идет по круговой системе. И, как мы уже отметили в начале нашего репортажа, у нас сегодня будут две заключительные игры. Одно из которых мы смотрим сейчас. Сибиряки сейчас перехватили инициативу. Сейчас будет атака по флангу. Сможет ли догнать. Догнал, но мяч ушел уже за пределы поля. Да, и сейчас заброс вперед. Мне кажется, команда Сибирского федерального округа как-то помощнее выглядит. Они рослые все ребята, очень мощные. Футбол действительно такой крепкий, сибирский, скажем. А вот команда дальневосточников, ребята все чуть поменьше по габаритам, имею в виду. И, наверное, они должны быть чуть техничные, мне кажется. Посмотрим, скажется ли преимущество в росте в этой игре. Этот мяч уходит за пределы поля. Дальневосточный федеральный округ сейчас попытается организовать свою очередную атаку. Будет подача с правого фланга. Но тут Кирилл Дольников заблокировал подачу. И подача с углового у нас будет. Денис Бугаев подает. Прошел мяч мимо нескольких игроков. И Сергей Ануфриев, конечно же, сыграл на выходе. Нарушение правил. Нарушение, да. Очень высокий. Иван Саламатов, нападающий сибирской команды, нарушил здесь правила в атаке. Снес своего соперника. О чем мы и говорили, да. Очень крупные ребята у команды Сибири. Здорово ушел удар. Ну вот, да, скорость. Хороший удар Дальневосточный, мы видим. Хороший обыгрывает, да, на флангах. Уже несколько мы моментов видели, когда удавалось проходить защитников. Вот сейчас неплохая возможность для сибирской команды. Пас, но в борьбу. Был тут зацеп. Судья проигнорировал этот эпизод. Можно играть. Вброс саута сибиряки. И еще один аут будет. Президент сибирской команды. Ну и, как мы уже говорили, да, всего на нашем турнире, футбольном турнире, пять команд будут выступать, да, и вот две команды, три команды представляют Россию сборную. Сибирского, Дальневосточного и Республики Саха-Якутия. Дальневосточного округа в атаке. Ну, по первым минутам команда Дальневосточного федерального округа преимущественно нас атаковала правым флангом. Ну, либо такие же переводы, забросы у нас. А пока нет попыток пойти через пас по центру. Ну, это первые минуты. Команды, конечно же, присматриваются друг к другу. Ну, тут может получиться опасно, но... Оффсайд, по-моему, или игра рукой? Да, игра рукой, по-моему, да, в исполнении Дальневосточников. Очень интересная сейчас могла развиться атака через левый фланг. Ну, вот нарушение и вводит мяч врата. Тем временем уже 10 минут отыграли команды. Да, и 40 в первом тайме, да. Напомним, что здесь небольшая разница и есть со взрослым, скажем, футболом. Здесь не 45 минут играет, да, тайм, а 40 минут. Ну, мы пока что наблюдаем за очень динамичным футболом. Команда не стесняется идти вперед. Ну, да, ударов практически не было. Один удар, да. Но, тем не менее, ударов нет. Да, хорошо комбинирует команда Дальневосточного федерального округа. Играет в баз, ну, и технически очень неплохо подготовлены. Сибиряки пока больше в контратаках, да, надеются найти возможности для взятия ворот. Ну, вот, давайте посмотрим сейчас, как сложится эта игра. Да, я думаю, что если будет один мяч забить, да, в этом матче, да, уже все пойдет уже, скажем, совсем по другому сценарию. Сейчас пока достаточно, ну, скажем, не скажем, робко, да, но достаточно осторожно себя ведут. Футболисты грамотно играют, в защите очень внимательно играют. Понятно, что, действительно, цена победы очень велика может быть. Могут завоевать они медали. Да, Степан, ты абсолютно прав, если... Проиграция команды может остаться ни с чем, да. А если выиграть, что может серебряные медали выиграть. Так что, действительно, очень хорошая возможность в этом матче выиграть и обеспечить себе медаль. Вот почему не отдать пас сейчас, да. Да, Никита Рожков у нас несколько растерялся в этом эпизоде. Да, хорошая возможность была сейчас. Партнер его был свободен в штрафной площади. Можно было обыграться. Вот хорошая скорость, да. С левого фланга атакует, по-моему, двенадцатый номер Евгений Котов. Но, опять же, нарушает правила. Он достаточно активен, да, на протяжении вот первых минут игры. Посмотрим. Да, вот и повтор. Откровенно, да, придерживал. И снова такой заброс на высокого нападающего в Сибири, восемнадцатого номера Саламатова. Он должен цепляться за мяч, скидывать своим нападающим на фланги и так далее. Но вот сейчас опять Дальний Восток в атаке. Очень хорошо движется команда Дальнего Востока. Очень резво они бросаются в контур выпады. И посмотрим, чем закончится эта попытка. Ну, очень хорошую скорость у нас демонстрирует двадцатый номер. Это Артур Тихомиров. Вот фланги неплохо, да, действуют у Дальнего Восточников. Нападающего пока мы не видим. Не покинул мяч. А при делу поля можно играть. Нарушение. Против семнадцатого номера. Свалили. Против игры Сычева. Подтолкнули. Видимо, однофамилец. Очень жестко подтолкнулись, Сычева в этом эпизоде. И сейчас стандартное положение. Команды Сибирского федерального округа. Разыграют. Нет, будет подача в штрафную. Скидка. Продолжается атака. Можно было пробить. И удар. Да, начинают команды уже активнее себя проявлять в атакующих действиях. Вот видим, что ударов у нас становится все больше. Ну, счет по-прежнему 0-0. Конечно, тут быстрая атака не получится. Сибиряки у себя. И надо пробовать через позиционную атаку придумать свои дальнейшие действия. Ну, тут, конечно же, без вариантов Петр Тяжельников зафиксировал мяч. Не получился удар. Как по силе, так и по направлению. Ну, похвально, похвально. Надо бить по воротам. Дальний удар, если есть возможность, попробовать издалека пробить. Заработали в этом эпизоде все-таки угловой. Да, и возможность для Сибиряков взять ворота. Да, отметим действие нападающего. Пошел он до конца и смог заработать это стандартное положение. Практически все игроки команды Сибири, только двое, да, остались у центрального круга. Ну, и давайте посмотрим подача. И еще один, еще один угловой, да. Да, но уже с другой стороны. Да, справа сейчас подадут Сибиряки. Очень теплая у нас солнечная сегодня погода. Часто, кстати, мы видим, да, взрослые команды этих округов и дальневосточников и Сибиряков. У нас, да, с футбольным клубом Якутия. Играет они в одном дивизионе. И вот, видимо, будущее этих команд сейчас представляет сборные Дальнего Востока и Сибири. Организовывают свою атаку на дальневосточный федеральный округ. И вновь еще пытались они правым флангом действовать. Но тут, видим, да, пойдет атака. Все-таки здорово тут разыграли. И удар будет. Здорово блокировал Артем Негреев. Своевременно он подставил свою спину. И угловой удар. По игре очень хорошо, да, смотрится команда Дальнего Востока. Пытается играть через пас. Комбинирует. Позиционно очень неплохо, да, атакует. Ну, вот, подача неудачная. Получилось дальний удар, опять же. Еще будет удар. Нет, не получился удар. Не смог обработать. Но очень активный, да. И какой прессинг сейчас организован. Владели мечом. Будет атака еще одна. Неудачный пас. Очень активно. Вот на последних минутах действовал Дальневосточный федеральный округ. Сибирь у нас отсела. Ну, и вот мы видим то, что не намерены дальневосточники выпускать. А, Сибирь. Из своей половины поля. Вбрасывание с аута. Ну, очень грамотно в этом эпизоде действовал у нас Никита Рожков. Подставил спину. Видел он, что на него движется игрок Дальневосточного федерального округа. И тем самым заработал штрафной удар. Разыгрывают сибиряки. И снова с мячом Игорь Стычев. Ну, и отбиваются дальневосточники. Но мяч по-прежнему у команды Сибирского федерального округа. Видим, как широко у нас играют сибиряки. Сейчас только что была атака левым флангом. Тут же у нас уже действует правый фланг. Да, и снова забросы вперед. Посмотрим, что из этого выйдет. Успел. Аут, да. Так, будет. Ну, уже такими большими силами, да, сибиряки идут в атаку. Посмелее сейчас стали в атаку идти. Что-то. Положение вне игры. Показывает у нас Лайцман, что игрок находился в офсайде. Ну, половину первого тайма команду уже отыграли. Есть у нас удары, есть у нас движение, есть у нас борьба. Но, да, по-настоящему опасных моментов у нас дело пока не доходило. Будет борьба в воздухе. Ой, очень опасно тут столкнулись футболисты. Нарушение правил. Против Дениса Бугаева в этом эпизоде. Нарушили правила, да. Но ничего не получилось сделать из этого стандартного положения. Тут мы видим контратака сибиряков. И очень, да, здорово сейчас действует защитная линия. Дальнего источника выберем мяч. И тут же могла получиться контратак, если бы не свалил сейчас. Игрок Сибири. Снова атака левым флангом. Не удалось сейчас пройти защитника. Да, пока что обе команды как атакуют, так и уверенно обороняют. Хорошо, как сейчас могло получиться. Очень неплохо комбинирует команда Дальнего Востока. Удар, но, конечно, слабенький получился. Для фратаря не составило никакого труда этот мяч забрать. Да, разогревает Петра Стяжельникова. Ну, раз за разом все-таки появляются моменты. И думаю, что хорошие моменты у нас еще будут обязательно. Уже в первом тайме. И еще контратака. Хороший перехват сейчас получился. Здорово в подкате играет игрок оборонительной линии Сибиряков. Разогрелись, мне кажется, команды. Да, как-то повеселее у нас матч сейчас пошел. На левый фланг успеет. Нет, видимо. Успел. Молодец какой. Ну, да, защитник хорошо отработал, да. Да, несмотря на свой комплекс, у нас Сычев по 17 номерам очень активно двигается. Очень коренастый парень. И тут, конечно, первым на мяче был Петр Стяжельников. Но нельзя так играть, конечно же. Было ясно, что вратарь будет первым. И не стоило, не стоило идти до конца. Артур Тихомиров, да, 20 номер. Нарушил правила. И зарабатывает первую желтую карточку в нашей сегодняшней игре. Вот видим, да, вратарь первый. Да, намеренно, конечно же, шел на это столкновение. Очень опасный удар в область виска. Давай, давай, право, право. Сычев с мячом. Ну, тут, конечно, партнеры не предлагали вариантов. И пытался сам что-нибудь придумать. Сычев и следим за атакой Дальнего Востока. Ну, здорово тут Лавренцов, конечно, разобрался. Завершается у нас 23-я минута. Игры. И мячом сейчас владеет команда Дальнего Востока. Здорово. Будет подача. Ну, тут, да, не получилось. Призывает Петр Тяжельников, своих сокомандников, оживиться. Здорово, здорово действует у нас в подкате Денис Бугаев. Но, мы видим, атака Сибири вновь захлебнулась. И ответа Дальнего Восточников. Очень динамичный момент. Вновь попытка атаковать левым флангом. И вновь она заканчивается ничем. И Дальнего Восточника бросается в атаку. Можно отыграть назад. Да, здорово. Ушел от двоих, от третьего. Пробить можно. Удар. Здорово, здорово. Отличный голевой момент. Да, сейчас упустили Дальнего Восточника. Открыть счет в этом матче. Очень здорово атаковали. О чем мы и говорили. Да, Дальний Восток действительно выглядит очень здорово. Да, Алексей Андреев имел отличный шанс, чтобы открыть счет. В этой игре ушел он от четверых игроков. Ну, удар заблокировали своевременно. И посмотрим, как сложится эта атака сибирской команды. Ну, надо бы подержать мяч, да, потому что Дальний Восток сейчас начинает давить. Попридержать мяч, пойти самим в атаку, да. Остудить пыл, что называется, Дальнего Восточника. Сейчас хорошая перспективная атака назревала. Ну, вот. Да, Свечев открывался на левом фланге, и его никто не опекал. Вот пытается что-то придумать, а сибиряки. Аут в пользу Дальнего Востока. Здорово у нас обороняется команда Дальнего Востока. Как все атакуют, так и очень быстро возвращаются. Да, и уже первая у нас замена в первом тайме. Как мы видим, да, у команды Сибири. Да, вместо 18-го Соломатова Ивана, да? Да, выходит Илья Белков. Да, уже в первом тайме решил у нас Ярков Александровнести коррективы, что-то ему... Поменял нападающего, что интересно, да? Не понравилось, как играл 18-й номер, да, Иван Соломатов. Ну, я не видел момента, что было повреждение у игрока, да? Травму получил. Видимо, просто тренер, да, недоволен икрой своего подопечного. И так как у нас очень это важная игра... И удар сейчас нет. Здорово! Удар! И гол! Отличный удар со штрафной площади. И да, вполне закономерный сейчас результат. 1-0 в пользу команды Дальнего Востока. Действительно, они на протяжении всего первого тайма владели инициативой, больше атаковали, лучше комбинировали. Вообще, команда достаточно хорошо выглядит, сыграно. О чем я говорил, они выиграли у команды Кыргызстана, очень сильные также команды. Выиграли уверенно со счетом 3-1. И вот, начинает очень здорово этот матч. Ну, тут, конечно, главное действие, это вот тот самый пас назад на Рината Котова, который очень точно пробил и бессилен в этом эпизоде оказался. Петр Тяжельников. Конечно, удар оказался в самый угол. Да, в ближнюю девятку, да, пробил. Здорово. И вот, еще одна сейчас атака будет. 1-0 в пользу Дальнего Восточников. Идут вперед. Хороший, неплохой пас, да. Не смог его обработать. Но заброс. Достаточно интересно выглядел. Нарушение против девятого номера. Да, и очень грубо против Юрия Марина играли. Да, много борьбы. Много остановок. Чуть больше 10 минут всего остается играть в первом тайме. И команда Дальневосточного федерального округа обеспечила себе преимущество в один мяч. И сейчас, конечно же, пойдет у нас более веселая игра, как мы отмечали в дебюте этого тайма. Да, сейчас в Сибири надо будет уже отыгрываться, да. Но по логике того, что происходит сейчас на поле, да, не думаю, что вот такими большими силами они побегут отыгрываться, потому что могут получить уже не один, а больше мячей свои ворота, да. Они будут все-таки осторожнее играть. Надеются, наверное, на стандарты больше, да. Потому что, о чем мы говорили, габариты позволяют с навесов, со штрафных, с угловых попробовать, да, произвести ворота. Ну, а Дальний Восток может пока чуть-чуть передохнуть. Много атаковали. В начале игры Сибирский федеральный округ очень активно себя проявлял в атакующих действиях. Ну, вот, после, ну, ближе к середине первого тайма что-то пошло не так. Ну, конечно же, это нельзя отменять заслугу. Команда Дальневосточного федерального округа овладела инициативой команда. И не дает сибирикам много атаковать. Видим, в ночь отбиваются. Нужно как-то иначе уже действовать сибирикам. Да, целая череда у нас очень динамичных моментов, очень много борьбы. Умудрился все-таки сохранить мяч в этом эпизоде. Уходит от своих оппонентов. Мяч на фланге. Ну, конечно, да. Нарушал Юрий Марин в этом... Нарушал правила в этом эпизоде Юрий Марин. В нападении сейчас атака команды из Дальнего Востока. Ну, вот видим. Уверенно контролирует мяч в Дальневосточный федеральный округ. Ну, вот эта передача оказалась безадресной. Мяч переходит к команде Сибирского федерального округа. Посмотрим, как они попытаются выровнять ситуацию в этой игре. Здорово, здорово тут действовал Игорь Стычев, но все-таки потерял мяч. Перевод на левый фланг оказался неточным. И контратака команды из Сибири. Да, вот, как я заметил, вот сейчас пойдет, конечно же, пас на Сычева. Нет, иначе решило действовать. Да, очень логично сейчас выглядел бы, да, пас на левый фланг. Там никто не опекал. Абсолютно свободен был игрок. Да, это уже который раз. Есть определенные проблемы у команды Дальнего Востока с правым флангом. В защите, да? Да. Ну, зато, видимо, здорово действует. Все разом, да, как проходит, да, одного за другим из защитников Сибири номер двадцатый. Это Кихомиров Артур, которого мы не раз еще уже отмечали, да, техничный парень. И команда готовится к розыгрышу углового. Ну, смешить они не будут, конечно. Да, время играет за них. Видим, что, да, не очень много у нас игроков в штрафной Сибири. Подача. И отворот. Да, вот видим, что спешит Петр Тяжельников. Заброс его вперед. Ну, вот пытается шире играть команда Сибирского округа. Ну, тут же безадресная передача вперед. Ну, в общем, такое акцентированное, хорошее, да, сыгранное атаке от сибирской команды мы пока не видели вообще, да. Думаю, что в перерыве тренинг должен будет подсказать своим ребятам, как надо действовать, чтобы в атаке преуспеть. О, дальний удар, ну, такой удар, который можно для статистики. Да, неподготовленный удар совершить, ну, вот тянет время вратарь дальневосточников. Ну, понятно, сейчас погода, хотя отличная, да, для футбола, да, не жарко сейчас в Якутске. Очень комфортная температура для, как раз, игры в футбол, скажем, да, такая футбольная погода. Облачно, градусов 20, наверное. Здорово тут отборолся Сычев, но не поняли его затею сокомандники. Ну, парень, действительно, под 17 номером у нас Сычев здорово, у нас активно действует, но почему-то игнорирует пока его партнеры. Вот интересно, да, наша команда, тоже республики Саха-Якутия, как она выступала на протяжении турнира, проиграли Кыргызстану 0-3, проиграли команде Сибирского федерального округа со счетом 0-2 и выиграли у дальневосточников со счетом 2-1. Вот как интересно, да. Вроде сейчас мы смотрим игру, да, этих двух команд, с которыми наша команда уже сыграла, и пока без вариантов. Дальний Восток лучше выглядит, но это, конечно, юношеский спорт, молодежный футбол, и здесь может всякое случиться, конечно, в любой момент может исход встречи, да, решить. Да, конечно, но у нас тем временем остается 3 минуты, и Сибирь все силами пытается что-то сообразить, но уверенно обороняются пока что дальневосточники. Получает мяч Сычев, ищет варианты, но... Подача в штрафную. 40 минуты играет футболисты, и все, минуты 3 остается. Мяч по-прежнему у сибиряков. Ну, вот как мы видим... Да, пытались они перевести атаку на другой фланг, но тут же потеря, и... Ну, вот это тактический фолк, конечно же. Ну что ж, подходит к концу первый тайм. Продолжение следует...